Новый формат нашего взаимодействия на этом YouTube-канале. Это наша первая серия влога. Сейчас я буду тестировать вот такую штуку. Очень полезная площадка для того, чтобы можно было увидеть какие-то новые тренды, пообщаться, понетворкаться. Так вот, вот эти закономерности, они упакованы в так называемые триггеры. И триггеры это просто описанная модель поведения человека. Сегодня у меня в гостях Гил Петерсил, ведущий эксперт по нетворкингу в России и СНГ. Программы которого прошли более 30 тысяч студентов. Бизнес-коуч и приглашенный профессор стартап-академии Сколково. Сооснователь 15 бизнесов и сооснователь и директор партнерских программ компании Meet Partners и Meet Partners Global Club, которая эксклюзивно для России предлагает посещение мероприятий Тони Робинсона. Гил, hi. Hey, how are you doing? So happy to be here. Yes, happy for me to be here because it was one of my dreams to take interview from you. And I think it was like since I met you, then I was like, wow, networking, you whole big world. So I'm here. You know, my podcast is about personal branding. So you come here and you build personal brand from zero to your position today. Can you give us some secrets or the way how to do it? Yeah, so first of all, I think people need to understand. You guys need to understand what's important out there. A personal brand is not a brand for life. You can change your brand. It's completely okay to be ready to change your brand. So whatever brand your audience wants to build right now, they shouldn't be worried and thinking too much. What am I going to do? And then for a year, they haven't done anything. The most important thing is to make some decisions and take actions now. Take actions, build something. You know, Apple wasn't Apple yesterday. They were Mac many, many years ago and it was shit computers. But they slowly, slowly, slowly improved the way the customers saw the brand. And then for a year, they were going to be able to do it. открытой инновации. На самом деле это просто, конечно, какой-то космос, когда ты смотришь на роботов, на такие технологии, то искренне возникает вопрос, а, знаете, мир дикого запада где-то рядом, этот разговор где-то вот уже с нами, и они уже будут здесь. И так как в этом выпуске влога мы с вами говорим об инновациях, я хочу поделиться с вами теми вещами, которые делают мою персональную жизнь, мои ежедневные будни тоже облегчают их, и это вещи тоже связаны с инновациями. Ну что, идея прилетела очень быстро, и это уже, по сути, седьмой день, когда я кайфую за рулем этой крошки, и уже завтра я ее отвезу, и я хочу тебе сказать, что, знаете, когда мне мои знакомые говорили о том, что какую тебе машину дали на этот драйв, на этот тест, они долго угадывали, и никто не угадал, что это будет Пежо, когда знакомые узнали, что это Пежо, они очень удивились, почему же я с Мерседесом вдруг решила попробовать Пежо, но когда они оказались со мной в этой машине, когда они увидели всякие примочечки, фишечки, как красоту, все говорили о том, что какая она классная, какая она стильная, какой у нее огромный юб, всякие прибамбасы, какая она умная, и я хочу сказать, что это новое впечатление, это очень кайфово выйти за рамки привычного представления твоего автомобиля и попробовать что-то новое. Очень интересная тема про то, как здесь реализован нетворкинг. Каждый человек, который попадает на это мероприятие, он проходит регистрацию, он попадает в базу данных, и я могу ему через специальную систему отправить приглашение для того, чтобы назначить ему встречу, и он получает информацию, что ему назначена встреча, если он подтверждает, мы можем пройти внутрь и провести деловые переговоры прямо здесь с этим человеком. Причем, мне только что девушка предложает, какая компания вас интересует, я могу найти вам человека именно из этой компании. Знаете, нетворкинг уровня инновации. Очень круто. Я считаю, что более чем 60% России, Россия, не знает о том, что слово «нетворкинг». Now, I think that right now, it's still not such a high-level thing, because the whole training and speaking market in Russia is still a baby. I saw some numbers the other week, I was sitting with my friend Gregory Avieto from Synergy, and he was showing me some numbers how, if you look at how many people in Russia are actually involved in training, or they go to training seminars, it's less than 2%. So, if less than 2% of Russia are actually going to any kind of training, or looking for personal development, forget networking. They need life training, they need business training, they need communication. They need to go back to the simple level one. Networking is all levels, but for some people, they think that networking is like, it's something that I, like if I have a, like some people tell me, Gil, I have a job, I don't need to network. You know, they think that networking is to sell something, or networking is to get something. They don't understand that networking is to make new friends. Networking is to be happy. Networking is to get more money if they want to. Networking is to find vacations. Networking is to get discounts. Networking is to be free. Yes, very much. when I tell you about the business of many entrepreneurs, which Watch is a private place. It's the biggest part of all companies, which I'll just show you to buy. Networking is to be a private place. What is this opinion? I feel right now? We live in digital. And our current quiet world is crypto. So, when current companies are Cristo-elected in a social network you create accountsetes, or you don't know that it's done with слова, то это, конечно, не работает на бизнес, а это вообще никак не работает. Поэтому эти моменты можно выправлять за счет правильного, показания правильного контекста, как вести свои социальные страницы. Давай в двух словах, вы что делаете на рынке? Мы закрываем сделки в коммерческой недвижимости, помогаем нашим клиентам с арендой, покупкой офисов, складов, торговой недвижимости и, кстати, жилой линии. У нас есть отдельный департамент, Гитком. Слушай, а почему вы решили меня позвать? Это же не мой профиль совсем. Не твой профиль, но очень интересно разобраться в этой теме. Каждый консультант – это предприниматель, который строит свой бренд, и история рекомендации – это стопроцентная рабочая история для наших консультантов. Сейчас я буду тестировать вот такую штуку. Я буду сейчас в 3D-очках смотреть, насколько мне нравится та квартира, которую я как бы спланировала. Вообще, конечно, если говорить по правде, то впечатляет масштаб, разнообразие, затронутые темы. Очень полезная площадка для того, чтобы можно было увидеть какие-то новые тренды, пообщаться, понетворкаться, встретить старых знакомых, которых мы тут встретили и просто не успели их заснять. Друзья, инновации – тема. Мы же не можем двигаться в будущее, не делая какой-то срез того, что сегодня видят люди, которые создают это будущее. Поэтому must see – must be. Я отчасти становлюсь адвокатом бренда, специально это не планирую, просто получаю позитивный опыт взаимодействия с этой прекрасной машиной и делясь этим. И если в моем окружении в перспективе появится несколько таких классных машин, я буду только рада, потому что они реально кайфовые, комфортные, большие и умные. Наверное, не случайно в Европе эта машина признана «Best Auto 2017». Мы сегодня говорили о том, зачем личный бренд, как его делать, ну, такими широкими мазками, и даже разобрали страницы. Знаешь, очень показательно, когда показываешь примеры неудачные, и все смеются, и удачные все говорят, да, такая страница будет работать. Да, я надеюсь, что наши ребята вот включатся в этот процесс и сумеют строить свой содержательный профессиональный бренд. Спасибо тебе большое. В рамках корпорации. Благодарю, что пригласила. Спасибо. Мне даже такое ощущение, что я стала одеваться под него. Вам не кажется, что мы сейчас похожи? Ну, то есть в моем обиходе появились какие-то вещи, которые хорошо смотрятся с ним. Почему? Потому что я реально от него кайфую. Давайте посмотрим, что у него внутри, почему он такой кайфовый. Во-первых, реально кайфовые ремни с определенными кармашками, в которые можно положить всякую там, не знаю, мелочь. Здесь я, как видите, ношу ключи. Это очень удобно. В другом я, кстати, ношу жвачку. Обалденные лямки. Прекрасно смотрятся и с пальто, и с дутиками, и вообще всем, с чем угодно. Карманы, в которых я таскаю обычно какие-нибудь карты, или, опять же, телефоны, они находятся обычно вот здесь. Очень удобно реализованы внутри. Огромное количество карманов. Справа карман для мелочи. Мелочи, видите, можно вставить и выставить. Все карманы не маются. И, собственно говоря, пожалуйста, пользуйся как угодно. Клади все, что хочешь. Как отдельная такая функциональная вещь. Для моих подписчиков моего канала в компании Spectre Gadget я выбила 10% скидку на подобные рюкзаки. Идите по ссылке под этим роликом и выбирайте ваш рюкзак. Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому влогу. Хотели бы вы, чтобы я рассказывала мам о тех вещах, которые делают мои будни трудовые и не очень трудовые. Более инновационными, комфортными, удобными, простыми. Потому что сегодня существует много лайфхаков, которые позволяют упростить какие-то процессы. И я могу ими делиться. Я часто тестирую какие-то новые бренды, какие-то новые фишки, какой-то новый вид техники.